Что, по-твоему, должно тут заказать? Не знаю. Отметки перепадов, высот, колны и обращения. Эй! Да, ты! Так и знала! Скоро увидимся! Привет! Элой! Вернулась за добавкой? Еще налей! Без дела не сидела? А вот мне нужно еще пару кружек, прежде чем возвращаться в кузню. Тебя что-то тревожит? Ну, все не так плохо с тех пор, как ты навела тут порядок. Но Ульвунд все еще продолжает проталкивать свой закон об уступках. Если ты его не уберешь, я подойду, и тогда ты доиграешься! В общем, сейчас меня волнуют те беженцы из закатной крепости. Пройти такой путь, перенеся к кузню, знает какие тяготы. Я видела их. К юго-западу отсюда никого не пускают в свой лагерь. Вот в том-то и проблема. На прошлой неделе в скалах разбился буревестник, и Толан Деляга положил глаз на его обломки. Но беженцы перекрыли проход, чтобы никто не прервал их дурацкий ритуал, что-то про поиск сумеречного пути. Я от них такого не слыхала. Ну да, конкретно эти кархати мы странный народец. Но в целом они мирные люди. Хотя Толанду на это плевать. Он готов из-за этой добычи по головам идти. Может, ты могла бы заглянуть к нему, убедить их перенести лагерь? Те сикачи в преграде. Ты свинье. Жуткие твари эти сикачи. Однажды они объявились и стали буйствовать по всей долине, словно пламя в кузне. Много людей погибло. Но, слава Михау, ты с ними разобралась и теперь здесь все налаживается. Это помешало планам Ульвунда. Вот был бы способ заодно разобраться с Ульвундом и вышвырнуть его из города. Но чем сикачи в преграде полезны Ульвунду? Три слова. Закон об уступках. Раз никто не знает, откуда явились сикачи, Ульвунд решил обвинить во всем Карха. Он надеется разбередить старые раны, чтобы устроить забастовку, пока закон не будет подписан. Это просто очередная попытка. Он пытается подбить рабочих на бут с того дня, как явился в город. Кстати, думаю, сикачи пришли из старой шахты Ульвунда. Это искра, которая может разжечь пламя. Доказать можешь? Пока еще нет. Клянусь кузней. Как что узнаешь, сразу расскажи. Что еще расскажешь о беженцах Карха Тьмы? Ну, например, то, что они не зовут себя Карха Тьмы. По крайней мере, теперь. Просто очередные солнцепоклонники. Но хотя они и помешались на солнце, они абсолютно мирные люди. Похоже, им нужно лишь место, где можно жить и молиться, и немного пищи, чтобы не голодать. Значит, они просто разбили лагерь и перекрыли проходы. И дальше будет еще невозможно. По законам азерам, добыча принадлежит нашедшим, но Толан Деляга вряд ли когда-либо терял сон, нарушив закон. Кто такой этот Толан Деляга? Да, один поганый ростовщик. Он держит лавку в городе. Жил в скрежете горы с самого его основания. Он давно знаком с Ульвандом, а не с ним словно два полена в костре. Так он работает на Ульванда? Может быть, Ульванд так и считает, но Толланд всегда себе на уме. И он не из тех, кто позволит кучке беженцев помешать ему заполучить обломки буревестника. Если буду в тех местах, поговорю с беженцами. Попробую убедить их переехать. Было бы здорово. Им и так непросто. А Толланд сделает еще хуже. Петра сказала, у Толланда лавка в скрежете горы. Стоит сперва с ним поболтать. Стоит сперва с ним поболтать. Я буду двигаться быстрее, если найду себе лендорога. Не, это не она. Не может. Я можу с ним поболтать. Не, это не она. Не, это не она. Какой-то не самый раз. Какой-то важный момент. Ульванд fehlt во двойной в сунгалке. Да. Ух, эти кархать вы огребают по полной. На этих людей напали. Эй, ты наверху! Не хочешь им помочь? Не хочу! Я тут поставлю любить на благо Супер Межа Дагары. Подорву, вам пора бежать! Даград! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извлекается машина. Уходите, я разберусь. Кеша, иди. Я помогу Мора. Ну что ж, Мора, покажи, на что способна. Это последнее. Надо проверить, как там беженцы. Кажется, уже всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА